Попав в мастерскую Ларисы Юренко, невольно окунаешься в беззаботное детство. А все потому, что здесь нас встречают любимые сказочные герои. За пять лет своего плодотворного творчества эта хрупкая женщина смогла пошить и тем самым подарить незабываемые минуты счастья многим. Ее изделия – это большие мягкие живые игрушки. За годы мастерства Лариса пошила несколько сотен ростовых кукол, а ведь было время, когда женщина даже не представляла себя в этой роли. По специальности я технолог по железобетону, то есть никаким образом вроде бы к куклам это отношение не имело. Но это связано с тем, что когда-то, когда я училась в школе, я проходила производственное обучение, именно у меня попалось швейное дело. То есть какие-то задатки у меня были. У меня мама шьет хорошо. Я потихонечку для себя делала небольшие швейные работы, для себя подшивала, но это не было так выражено. Потом я работала в деревообработке, 15 лет жизни отдала этому. Опять же, к швейному делу никакого отношения не имела. Но когда началась страна, пришла к развалу в 90-е годы, 94-й, 95-й, 96-й, завод закрылся, надо было себя искать в чем-то. Я не знала, что делать, куда идти. И вот получилось так, что я попала в ателье, несколько лет работала в ателье, и там иногда шили ростовые куклы. В те времена ростовые куклы были совершенной новинкой. Изначально Лариса делала кукол поликалом, а затем с помощью поролона и ткани стала пробовать шить по-своему. Взяла поролон, резала, выбрасывала, резала, выбрасывала, потому что никто никого не обучал, негде было взять материалы по этому делу. Это все было очень на уровне любительском сначала. А потом я посмотрела, что начало что-то получаться. А когда начинает получаться, уже начинаешь задумываться, может быть, сделать это своей основной профессией. Сразу были слабенькие головы, очень сырые такие, но все равно я старалась делать их аккуратными, живыми, с эмоциями, чтобы это была кукла, была не просто кусок поролона, обтянутый тканью, а чтобы это была живая кукла, которая вот, кажется, встанет и заговорит. Сегодня в мастерской женщины несколько швейных машинок и множество заготовок. По словам мастера, важна не только яркость ткани и ее текстура, но и качество. Ведь костюм просто необходимо чистить после каждого выхода в свет. Есть разные способы начала изготовления куклы. Чаще эскизы, потому что иногда надо делать и какие-то корпоративные куклы. То есть какой-то заказчик говорит, вот у нас корпоративные цвета такие-то, кукла должна быть такая-такая. То есть какие-то объясняют свои задачи. Рисую эскиз. Иногда просто говорят, что мы хотим из мультика какого-то. Раньше там были волк, заяц, ну погоди. Сейчас Маша и Медведь, Лунтик, только появились марсупелами новые. Самыми популярными сегодня являются герои таких известных мультиков, как Мадагаскар, Маша и Медведь, ну погоди. А вот настоящей классикой, которая никогда не выходит из моды, является Микки Маус. Кукла Маус. Кукла Маус. Каждую куклу стараюсь делать выкройки индивидуальные, потому что люди разные, комплекция разная, характер разный. И надо, чтобы куколка органично вписалась в образ этого человека. Каждый из нас в детстве мечтал, чтобы любимая кукла ожила. Чтобы с ней можно было поиграть, поделиться своими радостями и переживаниями. И кто сказал, что мечты не сбываются? Мастерица Лариса Юренко точно знает. Сказка живет рядом с нами.